Витаю! В этом видео мы рассмотрим новый инструмент жесткое тело с контрольной точкой, который появился с выхода фрикат-1. Это замечательный инструмент, благодаря ему можно моделировать шарнирные опоры, так как мы привыкли видеть в книгах. И теперь без каких-либо хитростей можно посчитать неразрезную многопролетную балку на шарнирных опорах. Также можно задавать нагрузки смещения или иначе эксцентриситет, что необходимо при расчете нецентренно сжатых стоек. А еще вокруг контрольной точки можно задать крутящий момент и посчитать стержень на кручение. А теперь все по порядку. Вот наша стойка. Она представляет собой квадратную трубу, полученную вытягиванием скетча, и состоит из поверхностей, так как мы будем использовать конечные элементы пластин. Переходим в МКР. Создаем контейнер с расчетом. Имируем сетку конечных элементов. Добавляем материал. Добавляем толщину пластину. Теперь будем добавлять закрепление. Стойку закрепим по схеме. Шарнир вверху, шарнир внизу. Вызываем жесткое тело. Выбираем нижний обрез трубы. Прежде чем добавить остальные элементы, немного уменьшим масштаб обозначений. Добавляем остальные части периметра. Немного сместим вниз контрольную точку. Внизу у нас будет опора, поэтому во всех направлениях выбираем закрепление. Также, если нужно получить напряжение от перемещений, в режиме закреплений можно задать принудительные смещения. Также ограничим вращение вокруг Z. Направление оси вращения определяется вот здесь при помощи косинусов. Теперь закрепим вверх, и там же приложим какую-нибудь нагрузку. Вызываем жесткое тело. Масштабируем обозначения. Добавляем весь верхний обрез трубы. Пишем координаты контрольной точки. По XY накладываем закрепление. Вдоль Z у нас будет нагрузка. Перемещение остается по нулям, а в поле с нагрузкой вдоль Z пишем значение нагрузки. И как и внизу, вверху, тоже ограничиваем вращение вокруг Z. Проверяем в свойствах, все ли записалось правильно. Идем в Calculix, нажимаем записать файл задачи и запускаем расчет. Расчет окончен. Смотрим, что получилось. Получилась у нас самая обыкновенная центрально сжатая стойка. Идеальное центральное сжатие в природе не встречается, так как всегда есть какой-то эксцентриситет из-за неточности изготовления и монтажа. Поэтому переделаем нашу центрально сжатую стойку во внецентренно сжатую, добавив в нагрузки некоторое смещение. Благо теперь это сделать очень легко, просто изменив координаты контрольной точки. Смещаем нагрузку из центра тяжести сечения на самый его край. Пересчитываем задачу. Смотрим результаты. Теперь наша стойка стала внецентренно сжатой. Или иначе говоря, стала работать по сжатой изогнутой схеме. У силы появился эксцентриситет относительно центра тяжести, а он как раз и является плечом для изгибающего момента в сечении. Ну и напоследок приложим еще стойке в нецентренный крутящий момент. Освобождаем от нагрузки направление Z. А во вращении вокруг Z вместо закрепления ставим нагрузку. Направление оси вращения можно отрегулировать при помощи вот этих косинусов. С моментом сейчас нужно вести себя осторожно, так как в Африкат на данный момент есть нестыковка с единицами измерений. Это связано с тем, что в ньютонометрах измеряются не только механические усилия, ну и единицы энергии джоули. О чем сейчас и предупреждает справка. Если в поле с моментом введено число без единиц измерения, вот как сейчас, когда мы зайдем в Calculix и запишем файл задачи, в строке с нагрузкой у нас будет записано произвольное число. Поэтому в строке с моментом, как бы нам не хотелось видеть произведение силы на плечо, обязательно пишем джоули. Проверяем на всякий случай. Теперь у нас изгибающий момент в джоулях. Проверяем файл задачи. Как видим, у нашего крутящего момента 10 000 ньютонометров появилось 3 лишних нуля. Но это все правильно так и должно быть. В этом можно убедиться, сверившись с информацией о ценицах измерения в конце фазы задачи. Длина у нас задается в миллиметрах. Значит, при записи исходных данных ньютонометры были пересчитаны ньютоны на миллиметры. А значит, можно смело запускать расчет. Смотрим результаты. А вот наша стойка под действием крутящего момента. Верх стойки вращается вокруг верхней контрольной точки. На этом все. И, как завжды, дякую за увагу. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова